Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу ИТРО, где Тора нам рассказывает о даровании Торы в Синайском откровении. Творец открывается своим творением нам, людям, и дает нам Тору. Но мы знаем, что по дороге на гору Синай, в месте, которое называется Мара, уже Всевышний дал части заповедей. И непонятно. Мы идем на гору, и там нам все дадут, все нам расскажут, все объяснят. Все 613 заповедей мы вскоре получим на горе Синай. Зачем по дороге нам давать час заповедей? Это очень непонятно. Зачем сделать мини-дарование Торы сейчас, если скоро мы получим масштабное, полноценное дарование Торы? Очень непонятно. Говорят нам наши мудрецы, что это имеет огромное-огромное значение. Почему? Потому что вскоре, когда Всевышний даст Тору человечеству, ангелы будут возмущаться и говорить, зачем ты даешь им Тору? Оставь Тору нам. А почему? Почему они возмущаются? Какое право они имеют на это? А потому что есть такой закон, что если я продаю свое поле кому-то, я обязан вначале предложить его моему соседу по земельному участку. И если цена какого-то покупателя постороннего и цена, которую дает сосед, они одинаковые, я обязан продать моему соседу. Потому что он сосед. Ему удобно, чтобы мой участок был возле его участка. Он это все покупает. И ему так удобно жить. Я обязан продать соседу. Если цена одинаковая. Если цена у постороннего намного больше, понятно, я продаю ему. Но в принципе, если цена одинаковая, сосед, которому удобно иметь мой участок тоже у себя, ведь он уже сосед по грядке, я обязан продать ему. Сказали ангелы Всевышний. Ты сам сказал в Торе, что есть такой закон, что сосед имеет право получить больше, чем посторонний человек. Мы соседи. Мы с тобой на небесах. Тору возле нас. А ну отдай нам Тору. По твоим же законам мы соседи. Но есть другой закон, что если я имею участок, и у меня есть партнер, даже у него маленькая доля, 1%, из всего участка у него 1%, я решил это продавать. Я обязан продать моему партнеру, если он это хочет. То есть, если у меня есть выбор продавать мой участок, хочет мой партнер, посторонний человек или сосед мой, все равно первый, кто получает, и я обязан продать моему партнеру. Несмотря на то, что он сосед, мой партнер имеет право больше, чем мой сосед. Поэтому партнеру я обязан продавать. И сказал им Всевышний, вы ангелы молодцы, учите Тору неплохо, и вы знаете закон о том, что сосед получает раньше, чем посторонний. Но, говорит Всевышний, я уже дал им часть заповедей, мы уже партнеры, они уже умеют соблюдать заповеди, знают, что хорошо, что плохо, знают некоторые законы мироздания, на которые они уже влияют выполнением заповедей. Они уже мои партнеры. Да, они еще не получили 100% Торы, они получили какой-то маленький процент, но они уже мои партнеры. И по закону партнер получает в первую очередь, несмотря на то, что мой сосед кричит. Вот поэтому по дороге на гору Синай Всевышний сделал мини-дарование Торы, Торы в месте, которое называется Мара, чтобы ангелы потом не могли привести вот этот закон, что соседи получают раньше. Нет, сказал Всевышний, партнер получает раньше, чем сосед. И все четко по закону. Спасибо огромное за внимание.